всем привет я записываю это видео в ноябре в канаде хочу рассказать вам немного о канадской осени какая она чем канадцы занимаются в ноябре и немножечко об иммиграции и визе отвечай на ваши вопросы с предыдущего видео давайте же полюбуемся канадой в ноябре дабы не щурится потому что очень солнечно я одевается на солнечные очки знаю что возможно не совсем профессионально но уж извините на улице сейчас где-то плюс 15 и вот уже развенчиваю первый миф что канада холодная страна конечно бывает разное и снег может выпасть ноябре но как правило он если и выпадает буквально пару дней и тает и до декабря погоды в принципе стоят хорошие очень похож здесь климат на тот которым я привыкла в украине ноябрь это еще такая погода переходная а в декабре уже могут быть минусовые температуры но до этого еще не скоро сейчас середина ноября как видите листьев на деревьях уже нет все уже опали и здесь это не просто так что листья опали их убирают вы можете видеть что газон везде просто чистейший это все службы муниципалитета занимаются частные домовладельцы тоже помешаны на чистоте своего газона и также собирают листья но не тем способом как я помню со школы на занятиях труда мы с граблями стоим и в кучку все листья собираем и затем сжигаем здесь система совершенно иная как правило у канадцев есть устройство называется leaf blower такая труба которая дает поток воздуха и этим потоком воздуха листья собираются в кучку то есть никто не нагинается никто там дополнительно никакие телодвижения не делает все в кучку собрали и затем в специальные leaf bag специальные мешки для листьев это все упаковали и по расписанию прижать машины которые собирают листья то есть никто листья не палит специально приезжает машина и убирает мешки с листьями которые стоят у подъездной части домов хочу немного рассказать и показать общественные места канады потому что помимо того что это основные места такие как вот парки в котором я сейчас куда канадцы идут свое свободное время у этих мест еще есть свои особенности и первая особенность уже на которой я сижу это лавочки лавочки здесь не просто как у нас лавочка а это дань уважения умершим можно посмотреть на табличке на всех лавочках указан слова пожелания людям которые уже покинули этот мир как правило родственники и скажем одним камнем двух зайцев когда и память почти ли и установили лавочки семья умершего установила лавочку общественном месте которые затем и пользуются все кто приходит в парке и в разные скверы из диковинок здесь еще в парках бывают общественные бассейны и специальные splash когда разные горки разные фонтанчики для детей водопадики они там играются плескаются но есть и для взрослых и еще одна диковинка которую я хочу вам показать она правда бывает только там где есть доступ к воде посмотрите вот на эту площадку парковку и подумайте зачем такие длинные большие парковочные места здесь мы конечно уже с вами знаем видели что в канаде люди предпочитают большие машины но не до такой же степени вроде как это уже перебор поэтому если вам интересно попробовать свою сообразительность поставьте это видео на паузу и подумайте зачем такие большие парковочные места для чего а я вам показываю теперь это не просто для машин а для машин с лодками это парковочное место находится в обыкновенном парке но для тех желающих кто хочет выехать на своей лодке покататься обустроен специальный причал и люди с помощью машин отправляют лодки и обратно их вытаскивают с воды за такого вида услуга взымается дополнительная плата хотя лодки можно пускать и в других местах где это было бы бесплатно есть дома у которых прям есть свои уже продуманные специальные места для того чтобы на лодке выезжать и кататься по реке здесь и не просто даже здесь а до ковид можно было даже ехать в сша потому что это в принципе река детройт здесь сразу уже из и в штаты а там и другие острова и здесь народ и вправду очень любит лодки иметь лодку это не значит быть богатым это не значит что в этом миллионер как у нас воспринимается да у тебя свои яхта у тебя своя лодка здесь лодки распространены если у семьи доход средний выше среднего немного то они могут себе уже позволить лодку можно и бы пушную купить маленькую там за 10 15 тысяч долларов можно купить конечно такую с каютами чтобы и спать выезжать там на несколько дней за 60 тысяч долларов и так вот летом в сезон который длится с мая по октябрь люди развлекаются затем когда сезон заканчивается допустим сейчас ноябре я смотрю эти лодки стоят у гаражей и наверное затем уже люди их в ангары загоняют я подробности не знаю самой лодки нет и интересный факт у меня есть права на вождение лодки это не потому что у меня есть лодка ли потому что есть желание ее водить просто в канаде для того чтобы иметь право быть на воде водить любое моторное средство надо иметь специальное разрешение и в моем случае я хотела водить мотоцикл водный мотоцикл джетский и для того чтобы его водить надо разрешение получается эта карточка очень легко это чисто теория онлайн надо пройти занятие надо пройти экзамен и затем эту карточку вы получаете по почте и только тогда вы можете выезжать на любых моторных средствах на реку и радоваться водным видом спорта интересный факт что у каждого городка свой налог и городки у которых налог чуть выше можно заметить корреляции что у них и более обустроенной площадкой к примеру я сейчас вещаю с городка где живет население с достатком средний плюс и поэтому здесь и пикетбол корты такие вот прям полностью обустроены потому что это могут быть корт и без покрытия специального здесь будет специальным покрытием к примеру но даже если городок менее богатый с тем не менее будут они снега корты к примеру просто они будут без специального покрытия как видите развлечения есть есть схожие с нашими есть свои особенные также гольф очень популярен до самого последнего можно видеть людей которые забивают мячи в лунки это здесь очень популярный вид спорта считается прям спортом хотя очень дорогое удовольствие там выйти в одной группы играть как минимум 20 25 долларов и даже не в игру а читается по лункам там 9 лунок и у многих можно увидеть свой набор клюшек тоже такая особенность но вот я сейчас гуляю как видите людей практически нет очень мало и не потому что все там на работе или на гольфных полях просто вообще население плотность населения низкая и создается впечатление что вот такие просторы мало людей и есть такое ощущение вроде как скуки и меня спросила буквально недавно подруга а не скучно ли тебе здесь и я бы хотела адресовать этот вопрос в этом видео потому что это важный вопрос когда вы переезжаете в другую страну мало знакомых мало друзей и особенно когда вот плотность населения низкая как здесь возможно такое ощущение пустошение одиночества и я кстати запишу одно видео оно будет более такого психологического плана для тех кто собирается эмигрировать потому что я считаю что очень много есть мифов недосказанностей связанных с эмиграцией поэтому если вы планируете задумывайтесь прошу вас посмотрите это видео я на него ссылку оставлю в описании чтобы морально подготовиться потому что на эту тему можно долго долго говорить здесь просто скажу что мне не скучно здесь также играют в боулинг ходят в кинотеатр на ледовые катки которые кстати здесь общественные бесплатные тоже это если говорить о зимних видах очень популярно играть настольные игры у многих дома прям своя коллекция и молодежь собирается ходит друг другу играть в эти настольные игры играют в игры связанные с выпивкой в общем все как во всем мире народ не скучает и конечно же нетфликс многие любят просто под сесть в эти комфортные кресла или как говорится бенч-вотч сразу весь сезон просмотреть это популярное занятие поэтому говорит что скучно где бы вы не были смотрите чем вы занимаетесь и тем же вы можете заниматься и в других местах конечно если мы говорим о платных видах досуга они будут подороже если мы говорим о том чтобы пойти в кинотеатр это 15 долларов с человека со взрослого если мы говорим о том чтобы пойти погибать боулинг это там с двух человек 25 долларов но в канаде есть такое понятие как вторники когда цена в два раза падает и если вы хотите пойти в кино или в боулинг лучше подождать пойти во вторник и тогда вы заплатите только 50 процентов от билета поэтому билет который бы стоил так 15 долларов с человека на сеанс будет стоить всем 50 и это распространенная практика вторники как правило правда популярные и поэтому людей немало в кинотеатрах по крайней мере было до ковид сейчас свои ограничения и меньше и меньше людей пользуются меньше людей вообще выходит общественные места все равно есть несколько боязни заразиться и поэтому я когда была в кинотеатре после раз он вообще был полупустой хотя это был вторник хочу адресовать ваши вопросы насчет иммиграции как и говорила я не специалист да я подаюсь на резидентство но по своим причинам по своей программе и я не знаю обо всех программах я знаю что их много когда я на сайте искала те формы которые мне нужны там просто масса разных форм особенно если вы как скиллворкер как подаетесь по работе много возможностей особенно если вы выезжаете севернее чем онтарио в другие провинции много много вариантов вы смотрите я советовать не буду и я не советую свой вариант когда я вот была туристом до сих пор в принципе турист и пересекала границу каждые шесть месяцев для меня это работало потому что я путешествовала или я живу прям около сша и могу пересечь этот мост и вернуться в тот же день получаю штамп и уже отчет начинался заново но это игра и какой-то момент офицер может меня на границе остановите сказать а что-то вы так играетесь до правилами вроде как я их и не нарушаю но вопросы могут возникнуть а там возникают вопросы возникают проблемы и это скажем скользкая тропа на нее не становитесь я вот сейчас тоже поддалась на резидентство чтобы не было такой головной боли связано с этим и я от вас получила комментарии с вопросами почему я поддаюсь и отправлять документы по почте на дворе 21 век неужели нельзя было просто отправить формы онлайн до отправить онлайн можно но не в моем случае потому что я уже в канаде и этот вид application требует чтобы я отправляла по почте такие правила если вы подаете на резидентство на визу по любым другим программам и вы находитесь за пределами канады конечно вы почта ничего не отправляете все онлайн вы создаете свой кабинет отслеживаете как долго занимать рассмотрение ваших документов нужно еще какие-то документы это все намного конечно проще чем в моем случае потому что я хоть и отправила свои бумаги и кстати интересный факт вышла 103 листа чисто документов и весь мой пакет весил 500 чем-то грамм и стоил мне 16 долларов с лишним чтобы отправить дошел быстро но я до сих пор не знаю что дальше потому что теперь не можно прикрепить свою application к онлайн кабинету но для этого мне нужен код который они должны мне выставить обратно по почте этого еще не произошло поэтому конечно бы я сама с удовольствием все дело просто онлайн но почему-то когда подаешься внутри канады надо отправить по почте пользоваться услугами почты отпишитесь комментариях о чем еще вы хотите чтобы я рассказала показала в канаде я думаю может быть взять интервью с тем же каким-то канадцем канадкой чтобы они поделились своим взглядом или взять интервью у наших иммигрантов здесь чтобы они рассказали о том как они прошли свой путь и довольны ли они результатом поэтому покажите мне что вам интересно и я постараюсь эту информацию вам предоставить спасибо за просмотр если видео понравилось ставьте лайк и до новых встреч до новых встреч знаете что я заметила во время съемки этого влога что канадцы как-то подозрительно относятся человеку с камерой или не видели или уж очень ценят свою приватность потому что все останавливали смотрели на меня так с недоумением и когда снимал один дом женщина вышла и говорит нельзя снимать хотя по закону я проверила что можно если я снаружи снимаю с общественного места это не так как я у нее если бы в доме была и снимала просто интересная реакция мне казалось они такие открытые милые но тем не менее очень и очень private очень хочется для вас научиться снимать влоги более качественно и не трясти камерой и не чувствовать неловкость перед людьми и раскрепоститься но это занимает время спасибо за то что терпите хорошего дня